Жизнь состоит из двух компонентов — определенного количества времени и определенного количества энергии. Время уходит. Действуете вы или бездействуете, счастливы или несчастны — тик-так, оно уходит для каждого из нас, не задерживается ни для кого. Нельзя сказать «сегодня я им не пользовался, отмотаю-ка я назад». Такого не будет. Время только уходит. Единственное, чем мы можем управлять — это наша энергия. Мы можем управлять своими энергиями так, что они сделают нашу жизнь очень насыщенной. В том, что касается жизни, есть два аспекта. Первый — сделай свое переживание жизни очень насыщенным. Второй — сделай свою деятельность эффективной. По-моему, вы, парни, излишне сфокусированы на том, чтобы ваша деятельность была эффективной, а не на том, чтобы сделать свою жизнь насыщенной. Потому что сейчас вы думаете, что кислота или травка подарят вам глубокий опыт. Это создаст видимость. На самом деле это сделает вас очень поверхностными. В свое время, когда я учился в университете, за период в семь-восемь лет 13 из моих друзей ушли из жизни. Кто-то из-за передозировки наркотиками, другие безрассудно гоняли на мотоциклах, не понимая своих пределов, пытались кому-то подражать. Вы можете гонять только до своих пределов. Вы не можете повторить то, что делает кто-то другой. Кто-то другой может делать что угодно. Вы должны учитывать свои ограничения. Вы должны понимать свой предел, дойти до него и посмотреть, как раздвинуть границы. Но не пытайтесь делать то, что делает кто-то другой. Так что за семь-восемь лет из 13 моих друзей четверо умерли из-за наркотиков. Другие девять погибли в седле мотоцикла. Все они были отличные гонщики. Мы вместе катались много лет. В Соединенных Штатах все не так. Ездить по дорогам США – это все равно, что управлять микроволновкой. Здесь делать нечего. Просто включаешь круиз-контроль и едешь. В Индии все по-другому. Вы едете, а на дорогу может выйти слон. На определенных скоростях вам нужно быть очень внимательными и полагаться на интуицию. Это были хорошие ребята. Они хорошо разбирались в том, что делали. Но кто-то выпивал и садился за руль. Кто-то думал, что может покурить, а потом управлять мотоциклом. Или кто-то хотел любой ценой превзойти других. По сути, они не настроили свои энергии правильно. Те, кто умерли, умерли. Многие другие стали бухгалтерами, юристами или кем-то еще. Сейчас они все моего возраста. Когда я смотрю на них, они все такие. Все они успешные люди. У них есть деньги, дети и жена, все такое. Но в них нет жизни. Время все равно уходит, нравится вам это или нет. Проходит сегодня, наступает завтра, проходит завтра. Это происходит с каждым из нас. У вас есть только два ингредиента — время и энергия. То, что вы делаете из своей энергии, это насыщенность вашей жизни, а также плоды вашего труда. Пожалуйста, все вы, сделайте так, чтобы это произошло для вас. Прежде всего, жизнь должна стать насыщенной в вашем опыте. Тогда вам не нужно будет беспокоиться о том, как вы влияете на людей. Как бы вы это ни сделали, это будет во благо. Но если вы живете поверхностно и пытаетесь влиять на людей, иногда вы будете делать что-то хорошее, иногда вы будете делать с людьми ужасные вещи, хотя, возможно, и с благими намерениями. Потому что самые ужасные вещи на планете делаются из лучших побуждений, а не из плохих. Спасибо, что всех нас благословили своей мудростью. Давайте все вместе поаплодируем Садгору. Спасибо.